Андрей Александрович Аграчев, тема доклада «Определитель и след второй вариации». Возвращение к возможности предстоительный доклад. Значит, мой доклад посвящен, название было, спектру второй вариации для задач оптимального управления. И прежде всего моей первоначальной задачей было посчитать определитель этой второй вариации. Такие определители неизбежно возникают, если вы хотите найти асимптотику методом элоблаза или методом стационарной фазы. Кто-то этим занимался, прекрасно знают, такого рода определители. Например, если мы хотим посчитать ведущий коэффициент, ведущий член асимптотики для ипоэллиптической диффузии. Вдохновила меня на это предприятие формула Хила из механики, о которой я узнал несколько лет назад, и замечательные работы Володина и Трещова. В формуле Хила считается определитель второй вариацией для принципа наименьшего действия, периодических траекторий механических систем. И, в общем, эту работу можно рассматривать как новую модификацию и обобщение классической формулы Хила. Но здесь очень быстро, когда я этим занялся, возникли некоторые сюрпризы. Дело в том, что, когда мы считаем определитель, то, как обычно, у нас определитель оператора в гипертонном пространстве, который представляется в виде единичный оператор плюс компактный. Но уже в очень простых примерах у этого компактного оператора сумма абсолютных величин собственных значений расходится. Так что, вообще говоря, вроде бы определитель не должен быть. Это не ядерный оператор. Определитель не должен быть корректно определён. И надо повнимательнее смотреть. Но если вы посмотрите повнимательнее на асимптотику, даже в самом общей второй вариации, всё-таки достаточно специальной операции, в самом общей задачи оптимального управления, и всё получается. Можно определить определитель и дать диагностную формулу тоже. Ну вот здесь сначала я ввожу просто стандартную постановку задачи. Рассматриваются задачи оптимального управления. Из динамических системы завещают параметры. У меня всё происходит на гладких многообразиях. Границ нету. У в этом смысле свободно. У это просто состояние. Параметр управления. Начальная точка фиксирована. И всё гладко. Допустимое управление, как обычно определяется, это стандартные постановки. Это ограниченные измеримые функции со значениями в ум. Мы подставляем такую функцию сюда. Получаем решение. И вот я определяю FT. Это просто... Если мы берём управление, мы называем, как обычно, функции от T. Подставляем их, решаем. Получаем траекторию. Вот она здесь обозначена. Траектория Q от T. Вот точки. И вот FT просто оператор вычисления значения этой траектории в точке T. Вот. Допустимое управление... Допустимое, я называю, управление такие, что решение определённое на отрезке 0.1. Я всё время работаю на отрезке 0.1. Это Банахово многообразие. Это FVT. Это гладкое отображение. Это Банахово многообразие. И что мы хотим сделать? У нас есть Лагранжиан. Тоже совершенно классический, стандартный. Он определяет функционал FVT. Он гладкий. Этот Лагранжиан. И задача состоит в том, чтобы экстремальное управление называть критические точки этого функционала на уровнях F1. То есть мы решаем двухточечную задачу. Мы движемся из точки к 0, меркнув точку к 1. И, так сказать, минимизируем, не обязательно минимизируем, ищем критические точки функционала нашего на это множество допустимых траекторий, соединяющих эти две точки. Это, так сказать, классическая задача. Мы рассматриваем ее просто как задачу на условные минимумы или условные критические точки, если хотите. Вот. И если применить метод множества Лагранжиан, мы работаем только, рассматриваем только хорошие уровни, вот мы их называем нормальными, то есть там, где регулярные точки вот этого отображения, вычисления отображения в конец, тогда критические точки должны быть правильным положительом Лагранжиан. Тут я, так сказать, первые слайды, это некий набор набор обозначений для того, чтобы написать, и тут, может быть, не обязательно так уж подробно вникать, чтобы написать выражение для второй вариации, определение, которое мы будем считать в грибком, удобном виде и, к тому же, без координатного. В общем, вся эта техника и выражение для второй вариации можно найти, например, в нашей книге с очковой геометрической теории управления. Для вычисления мы используем гамитонов подход, это такой упрощенный вариант принципа максимума Патрягина. И здесь все это просто вот идем обозначение. Сначала мы характеризуем критические источники общего принципа максимума Патрягина. В каком-то смысле в принципе максимума Патрягина там есть кувекторы. Эти кувекторы, это, в общем-то, просто множитель галагранжа в этой гладкой ситуации. То, что здесь написано. Значит, сейчас то, что последует, это просто линий набор обозначений и форм для того, чтобы написать явную, удобную и без координатную, как я сказал, формулу для второй вариации. И это используется вот такой гамитониант, зависящий от параметра. Дальше, ну и дальше мы с ним оперируем. Вот, дальше мы с ним оперируем. Мы линеризуем соответствующую гамильтонову систему. Это я просто напоминаю, то, что гамильтонян определенно по касательным расслоениям, на котором есть стандартная стандартная симфлектическая структура. Это все, как вот в книге Арнольда и вообще везде, где механика излагается в геометрическом языке. Вот это характеризация, характеризация критических точек, собственно, на гамильтоновом языке она выглядит так. У критической, это глядя и только тогда, когда существует лямбда от Т, ко-вектор гамильтонов лифт, и он, когда выкупировали вот такую гамильтоновую систему, эта гамильтоновая система очень простая, не линейная, линейная, афинная, точнее, по импульсам. И вот одновременно такому условию, в котором, скажем, вместо принципа максимум подрягинга должен быть максимум, если мы хотим посмотреть все критические точки, мы просто пишем стационар производный по уровню. на гамильтоновой. Вот. Ну, мы продолжаем. Для того, чтобы написать второй вариант, вторая вариация, это она, как бы, собирает информацию вдоль траектории, там интегрируются некоторые величины вдоль траектории, и удобно всю эту информацию согнать в одну точку. Мы используем такой поток, это просто, если под теле фиксировано, то мы рассматриваем такую очень простую гамильтоновую систему, я еще раз говорю, что это афинная по импульсам, и она определяет поток, и определяет поток гамильтонов лифт нашего потока задаваем управлением у дильда, нашим экстремальным управлением, мы со всеми начальными условиями, не только с... и в конце концов все записывается через вот такой вот модифицированный гамильтон. Вторая вариация может быть записывается вот так, то есть мы берем возмущение Hу-H у дильда, композицию с этим потоком, и вот это главный объект, из которого более того нас интересует этот объект по самому своему определению при у дильде это ноль, потому что здесь разность, нас интересует только его первая производная и вторая производная. И первые производные не все нас интересуют, только часть гамильтонного более определенного производства. Вот это просто обозначения, как я сказал, в принципе их можно найти в той книге, главное будет дальше. Вот все обозначения приведены, они по сути... Значит, чтобы найти эти штуки, единственное, что нам нужно, нам нужно вычислить, нам нужно решить линеаризованную систему исходную вдоль управления у дильда. Все. Решить одну систему, систему, систему линеаризованную линеаризованную до исходной динамики вдоль у дильда. Значит, и главные объекты здесь, вот они, я пишу сразу же формулу, на первой вариации и на второй. Первая вариация записывается вот так. Значит, есть некий главный объект, это вот этот самый ZV, который... V это управление, возмущение управления, а ZTV это такая матрица, линейное отображение, которое отображает касательное пространство у дильда к многообразию управляющих параметров, в ко-касательное пространство, в ко-касательное расслоение, точнее, касательное пространство к Тесле звезду M, где M это наше пространство стоит. Вот это такая матрица размера, размера, если M это размерность управления в 2N, если N это размерность исходного многообразия, матрица M на 2N. А X матрица это ее проекция на базу, то есть M на N. Вот эти две матрицы, и еще это вот вторая производная нашего Гамильтониана, это симметричная матрица, невырожденная, мы рассматриваем в регулярной траектории, когда она невырожденная, более того, когда имеет знак отрицательный. Только эти интересные вариационные задачи в траектории, потому что только в этом случае вторая вариация имеет конечный индекс. Вот. Значит, вот у нас есть Z матрица M на 2N это ее половина усеченная N на 2N и есть квадратичная форма знак определенный. Вот это формула второй вариации. Формула второй вариации. Вторая вариация это просто крестьян нашего функционала на уровне F1, это квадратичная форма на ядре на ядре F1. Это ядро определяется явно вот таким образом. Вот все здесь. Все здесь, и вот через эти данные мы хотим значит все вычислить. Изучить спектр и вычислить определитель и след. Х это половина вот этой матрицы как я объяснил. Значит это такая форма на таких условиях. А G это обычная симпликтическая структура такая 0, минус и и 0 такая матрица. Стандартная симпликтическая структура. Вот хорошо как я сказал это все регулярно если это если это обратимо более того мы будем считать ее отрицательным. это просто условия лежанра положительность этой штук это условия лежанра из вариационного учреждения оптимального управления которое оно необходимое для и достаточно если не только если она имеет знак реально знак определенный и достаточно для того чтобы форма имела квадратичную форму имела конечный индекс Морса. Ну вот двинулись. аж прямо встроен наверное прямо встроенную Гильбертову структуру на пространстве на этом самом ядре вот это ядро как подпространство В2 на котором определена вторая вариация мы обозначим такой буквой В у нас там есть Гильбертова структура и в этой Гильбертовой структуре наш оператор ну чтобы у нас пока есть квадратичная форма но чтобы говорить о спектре говорить об операторах нам нужно какой-то Гильбертова произведения вот оно у нас уже есть этим условием лежатор задается и форма имеет вот такой компактный симметричный оператор все хорошо спектр вещественный ну все тут написано то что все мы знаем что у него так сказать единственная предельная точка спектра это 0 и все собственные числа имеют конечную кратность ну я сразу же приведу пример очень простой пример совсем простой пример это принцип наименьшего действия для частицы на плоскость заряженной частицы на плоскость в постоянном магнитном поле Вот такой пример, здесь я все аккуратно посчитал, получил оператор, получил собственные функции, это просто гармоники, получил собственные числа, и вот они, собственные числа, это оператор k, вот они такие, где они положительные и отрицательные. То есть мы видим, что вроде бы определитель, ну это гармонические, если мы начнем складывать их, то не должен быть определён ни следу k, ни определитель выброс k. На самом деле, поскольку здесь можно аккуратно придать смысл определителю и в следу, конечно, можно, потому что здесь, если смотреть, так сказать, не сумму ряда, а главное значение, потому что здесь есть некая симметрия. Вот этот n бывает как положительное, так и отрицательное. Если мы начнем аккуратно это все перемножать, эти единицы плюс собственное значение, то есть сумма абсолютных величин собственных значений не сходится, но при хорошем, так сказать, при переходе к пределу, все сокращается, то, что нам не нравится, и можно сделать. Вот, оказывается, это очень общее свойство всех вторых вариаций для любой задачи оптимального управления. Это первый результат, собственно, здесь, собственно, можно аккуратно посчитать асимптотику собственных чисел, и главный член всегда будет иметь одинаковые кратности и положительных, и отрицательных. Он, вот, главный член в асимптотике, такой симметричный, вот, и можно прямо точно и явно написать этот главный. Это очень важно, но важно знать, что он один и тот же, иначе у нас ничего не сократится, когда будем перемножать. Нам действительно нужно аккуратно вычислить асимптотику, а остаток должен уже быть такой сходящийся. Вот, это можно сделать. Значит, вот эта наша матрица Z, вот, она кососимметричная. Ну, я все время пишу h, чтобы оставаться, так сказать, без координат, чтобы при замене координат у меня все было хорошо, и ничего не надо было бы отдельно думать. По идее, конечно, можно всегда выбрать такие замены переменных, что это аж просто единичная матрица, и все. Вот, и этот оператор, да, этот оператор, если аж можно считать, что это аж единичная матрица, да, это оператор кососимметричный, как мы видим. Это диагональный член, это диагональ, это вот диагональ здесь, диагональ здесь. Вот, и на этой диагонали, это кососимметричный оператор, у него все собственные значения чисто мнимые, если мы умножим на i, то они будут вещественные, и я вот, эта величина, это сумма положительных собственных значений. Это не след, потому что след у такого оператора всегда ноль, но вот сумма положительных собственных значений. Отрицательные точно такие, потому что вещественные операторы, у него положительные и отрицательные одинаковые, они были чистыми. Вот. И, значит, асимптотика выглядит так. Ну, то, что здесь написано, это просто естественное упорядочение в спектрах. Естественное упорядочение, я спешу прочитать асимптотику, но надо как-то его упорядочить. Естественное упорядоченное такое. Мы берем, так сказать, начинаем при положительных n, начинаем с максимального собственного числа и повторяем каждое собственное число столько раз, какова его кратность. А при отрицательных, для отрицательных мы начинаем с минимального и то же самое. Повторяем, повторяем. Минус один это минимально и повторяем столько раз. То есть, естественно, действительно упорядоченное. Получается, вот такая асимптотика. Первый член, вот он здесь, спектра. А дальше, ну, вот то, что я, ну, во-первых, здесь я это сделал при некотором, по крайней мере, если эта величина не равна нулю, вот, то при некотором, если равна нулю, совсем просто считается асимптотика, все сходится и все хорошо. Но эта величина ни с чего не должна быть равна нулю. Уже при завяженной частице на блоскости она не равна нулю. Вот. То я это аккуратно все доказал в случае кусочно-аналитическом, когда у меня все кусочно-аналитично. И вот оценка у меня такая, которой мне, в общем-то, вполне хватает. Но, на самом деле, я думаю, что если использовать какую-нибудь более хитрую технику, то, наверное, можно это сделать и вообще в измеримом случае, да и оценку, может быть, минус два здесь. Ну, вот то, что у меня вышло, то я написал. Я использовал довольно, ну, достаточно другое метод. У меня небольшой знаток спектральной, тонкой спектральной туры. Вот. Теперь, да, ну вот, поскольку есть такая асимптотика, то, если мы будем складывать собственные числа, и амальфы здесь это просто кратность, то есть сумма всех собственных, значит, чисто с учетом кратности. С, это спектр. Вот таким образом, ну, складывать все, которые по абсолютной причине больше равны, то у нас отличнейшим образом. За методом также считать определитель, отличнейшим же образом будет предел, то есть абсолютно у нас в нашей жизни не сходится, но главное значение есть. И вот мы это и называем, собственно, следом и определителем. Мы это и называем. И, и хорошо. Вот. То есть, по крайней мере, эти объекты есть. И мы вычисляем, получаем явную формулу для них. Для этого мы используем уравнение якобы здесь оно, все те же z, все тоже h, ну, h даже можно считать единицей. Вот. Мы решаем это уравнение. Не очень удобно, что у меня доски. Какие-то вещи удобнее, конечно, написать доски. Ну, ладно. У меня сколько времени? Еще есть. Есть время, хорошо. Вот. Значит, значит, вот, чтобы посчитать определитель, определитель получается определитель некой матрицы n на n. Матрица n на n возникает, получается, таким образом. Это у нас линейная гамильтоновая система. Она 2n на 2n. Ну, как бы у нее, это переменные, это nu, это p и q. То есть у нее это, это, это штука, вот это. Значит, это пара p и q и то, и то, и анмирная. Значит, q это наше состояние, а p это кой вектор вот в соответствующей точке. И, значит, то, что здесь написано, оно написано аккуратно, но это не очень удобно считать, я полагаю. Значит, надо, надо вот этот слой, это, собственно, p, это вектор p, прификсированном в ноль. Мы решаем это уравнение прификсированном, ну, при ноле, потому что уже генеризованное уравнение, так сказать, в часть q это ноль, а p какое угодно. И ищем q, короче говоря, это отображение q большое шлет b от нуля в q от единицы. Вот это b от нуля в q от единицы, где q от нуля равно нулю. Обычная вещь, b от нуля в q от единицы, где q от нуля равно нулю, а это, это пара b, ну, вот так. Вот такое отображение, и, собственно, определитель равен ему, ну, определитель это число, не то, что равен ему, он имеет, так сказать, он равен нулю, так даже, когда равна, вырождается эта штука. Но тут еще нужен нормирующий множитель, гамма, гамма была определена, если у нас все регулярно, то это явно посчитанная ненулевая матрица, это был нормирующий множитель. Более того, опять-таки, если я хочу все сделать бескоординатно, то q это все-таки отображение из одного пространства в другое, а гамма в минус первое возвращается в то же пространство. То есть то, что написано здесь, его бескоординатно нельзя написать как произведение определителей, потому что по отдельности они не определены. А вот композиция, это уже оператор, который действует из одного пространства. Я не использую никаких дополнительных структур, риму и новые метрики, там ничего, только данные моей задачи. Тогда этот оператор, это уже действующий в одном и том же пространстве, он может считать апрельсиво, а если асимметричное, то все очень просто. И вот получилось такое вот обобщение этой формулы Эллера, такое обобщение формулы Эллера, матричное. Нет, А и Эр, это две симметричные матрицы, просто любые. Вырожденность тоже можно, потому что, в общем-то, понятно, даже когда все вырождено, все все определено, ну и сокращаются. Сейчас вычислитель и знаменатель. И для следа вот такая штука, она немножко длинная, но в общем тоже вполне поучительная. Вот, например, в случае, когда мы считаем просто сумму обратных квадратов, сумму один, наверное, квадрат, то здесь, в случае вот осциллятора, то это все единица, вот это все единица, это единица, и понятно, откуда одна шестая возникает. Одна шестая возникает, потому что вот это интеграл от единицы по такому объем, объем симпликса. Объем трехмерного симпликса. Так, хорошо, да, и вот теперь мою любимую форму. Значит, то, что написано было на прошлом слайде, в случае одномерном, в случае одномерном, получается, на мой взгляд, очень красивая форма. Я не знаю, известно ли она была кому-то в XVIII веке или нет, вот, но она очень красивая, мне нравится. В случае одномерном, значит, если R вот так, а, 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 это просто вот число, вот такое вот замечательное тождество получается. Вот смотрите, это тождество, здесь А, В любые, тождество, которое как бы дает интерполяцию между Эллерово тождество и гиперболической версией Эллерово тождество. Вот давайте, значит, если, здесь, если, опять-таки, понять, что такое синус 0 на 0, это вообще понятно, если А равно 0, то это просто, А равно 0, то это просто та самая тождество Эллера. Вот. А это тождество Эллера, у него есть естественный гиперболический аналог, если здесь мы напишем плюс, а здесь напишем гиперболический синус. Гиперболический вариант. Так вот, значит, если здесь B равно 0, B равно 0, то это получается гиперболический вариант тождества Эллера, только 1 на, но это вы сразу посчитаете, если B равно 0. Вот. А само тождество получается такой интерполяцией между классического Эллера и гиперболического его варианта. Ну, для следа здесь тоже есть формула, если у меня есть несколько минут, я чуть-чуть скажу о технике здесь, да? Отлично. Вот. Теперь давайте хотя бы первую часть, я про асимптотику, я расскажу. Значит, здесь, чтобы найти эту асимптотику, я оказался, поскольку это все-таки достаточно большой класс операторов, все вторые вариации, завести такую терминологию, я завел некую терминологию, чтобы этот класс операторов как-то описать, спектральные свойства этого класса операторов описать. И я, значит, если мы рассматриваем компактную радиочную форму в Гильбертовом пространстве, компактный оператор, мы назовем, говорим, что этот спектр, ее спектр имеет емкость, вот емкость в такую сигму, если спектр имеет натуральное порядочное, спектр имеет ритм вот такой, какой у меня получился. Сейчас, значит, вот, здесь btn, это nt, nt элемент спектра, и, значит, вот если он имеет, мы говорим, что он имеет емкость sigma с остаточным членом вот такого порядка, если вот такой вот спектр, то есть, значит, у нас получаются одинаковые главные члены с противоположными знаками положительно-отрицательные, а остаток уже такой вот ямерный, так сказать, со сходящейся суммой. Вот, ну и нулевой спектр, если либо там часть, конечное число у нас отрицательных, нулевую емкость, либо все сходится вот так вот. И, значит, вот про эту емкость имеет очень приятные свойства, если так определить, ну, это первое свойство очевидно, первое свойство очевидно, это если умножить мой оператор на число, то, если это емкость умножится на число, второе свойство, ну, не совсем очевидно, если в разок на симпатику немножко переписать, может, да, то тоже, если у вас сумма двух операторов, а я вот не зря здесь пишу квадратичные формулы, потому что третье свойство будет самое важное, значит, если мы когда напишем сумму, то емкости просто складываются, то есть вот такая линейность здесь у этих емкостей, и третье свойство вот такое, эта емкость уже определена, и третье свойство такое, если мы рассматриваем, вот очень важное для наших рассуждения доказательство, если мы рассматриваем подпространство конечной коразмерности, значит, рассматрив пространство конечной коразмерности, мы определяем форму на этом подпространстве, просто сужение квадратичную форму, и из квадратичной формы уже находим соответствующий оператор, действующий на этом подпространстве, вот, ну и тогда оказывается, что оператор исходный, L емкость, тогда и только, сигма, тогда и только тогда, когда сужение имеет емкость, это просто эквивалентные вещи, с тем же порядком, там есть еще некоторые свойства, тоже полезные для доказательства, это емкости, которые я здесь опускаю, и здесь он мне скажется, когда остановится, да? Ну, еще можно несколько минут. Хорошо, вот, значит, ну, первое, как я сказал, сказал, очевидное свойство, третье, вот, наиболее интересное, это просто, достаточно простое следствие минимаксного принципа для собственных значений, да? Мы знаем, что если мы сужаем на подпространство конечной коразмерности, то, то у нас собственные значения, как бы, исходные, и суда суженого оператора перемежаются. Такого оператора, где есть исходное и ее первообразное управление, и все остальное зависит только от первообразной, и это как раз часть имеет спектор отличный, хорошо сходящийся, это вот как в механических задачах, вот, порядка 1 на n квадрат. Вот, а этот я аккуратно исследую. Ну, и вот более-менее, более-менее, значит, опять-таки используя минимаксный принцип, я могу зажать мой спектр между вот такими, поскольку вторая часть оценивается, то тоже исток от дубырывы оценивается вот таким образом, и, значит, потом я считаю, просто считаю, там, с этими заменами переменных, явно спектр этой штуки, сводя ее к задаче этой самой штурм-олюбиля, где спектр хорошо известен. В общем, вся эта работа, она такая немножко носит характер ретро, все это можно было сделать, ну, спасибо, да, я потом вам закончил, можно было, наверное, сделать 20-е годы, немножко в стиле 20-х годов прошлого века, но, тем не менее, спасибо. Спасибо.